ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отзвучал гимн Республики Беларусь, все, в принципе, уже готово к началу матча. Предлагаю по составам сразу же пробежаться. Гости Минская Динамо, вороток номер 13, Иван Шамакович, полевые игроки номер 3, Джозеф Акора, 5, Павел Апетенок, номер 10, капитан команды Владимир Хвощинский, 14, Раймонд Адеола, номер 16, Даниил Селинский, 19, Дмитрий Подстрелов, номер 37, Владислав Кролик, 80, Игорь Школик, номер 97. Дебют в основном составе за Минской Динамо Василий Чернявский и номер 99 Артем Соколовский, главный тренер новоиспеченного чемпиона Республики Беларусь по футболу Вадим Викторович Скрипченко. Хозяева футболиста Сморгони в воротах номер 12 Максим Азарко, полевые игроки номер 2 Мухаммед Ламин Бамберт Копытич, номер 10 Кирилл Леонович, 27 Максим Гаевой, номер 30 капитан команды Виталий Лихтин, 44 Терентий Луцевич, 78 Артур Тишко и номер 89 Ямуса Комара, главный тренер Сморгони Игорь Анатольевич Слесарчук. Любопытные составы сегодня выставили главные тренеры обеих команд, но разумеется, гораздо прошло с тех времен. Сморгонь, подача в штрафную, Шимакович не очень успешно играет на выходе, добить мяч ворота не получается, но и фиксирует мяч и быстро выбивает его вперед, тем временем, а здесь пустые, но плюс большой для Ивана, то что сзади его страховал Джозеф Акора, который вот с передачи ногаевого можно и пробить, на мой взгляд. Вот сейчас будет удар, есть удар, удар мимо ворот, но неплохой подход, неплохой подход Максим Леонович. Удар низом, не фиксирует мяч Шимакович, но все-таки фиксирует молодой голкипер Динамо этот мяч. Добивание в этой ситуации, удар Леонович, не сумел зафиксировать сразу мяч Шимакович. Гоевой здорово головой сбросил мяч на партнера, продолжается атака Сморгонь, Копытич в окружении троих, попытка удара через себя, это было красиво. Красиво, красиво, но неэффективно, к сожалению. Гоевой неплохо, там Комара был с мячом, накрыли здесь Гоевого и теперь Динамовцы уже свою атаку бегут. Адеола можно бить, есть удар заблокирован, но он еще один удар спасает свою команду Максим Азарко. Но сейчас к нему подбегает Павел Коранец. А мы же посмотрим еще раз за ударом Адеола и потом еще один удар спасает. Надо уже вверху выиграть борьбу за мяч, пробить поворотом, но вот мяч в воздухе. Будет ли удар поворотом? А вот удар поворотами, это гол! Это гол, 44-ая минута, Сморгонь выходит вперед. Сморгонь выходит вперед и есть... Одобряют то, что сейчас происходит на поле. Смотрим здесь Кристиан, не пробил головой, сбросил на партнера. У Луцевича удар не получился. Ну и тоже, видим, на добивании сыграл Махамед Бамба. Я сейчас специально сделал паузу, чтобы... И Сморгонь динамовцев не обыгрывал. Но вот сегодня они ближе пока к победе. И желтая карточка для Даниила Селинского. Она у него уже была. Это красная карточка для Даниила Селинского. Динамовцы остаются в 10-ти ром. Трех минут и это удаление. Ну здесь он явно сбивал Гаевого. В общем-то вопросов нет. По ногам Даниил Хайрина. Михайрин с левой ноги подает мяч в штрафную. А вот и удар поворотом. Великолепный сейф Максима Азарко. Классный удар был от игрока Динамо. Здесь Михайрин. Мягкая подача. Лихтин мяч головой выбивает. Игорь Шкод. А мы же смотрим за угловым. Пошла подача на ближнюю. Опасно. Жердев. Жердев обыгрывает. Удар поворотом выше ворот. Классный удар у Глеба Жердева получился. Посмотрим повторы еще раз. Жердев классно здесь убрал со своего пути. Бам. Копытич пытается у него мяч отобрать. Копытич. Сечко пошел и здесь сбил он. Альберта Копытича, ну не заводитесь. Ребятки, не заводитесь. Это уже слишком. Это перебор, на мой взгляд. Как бы то ни было, но нельзя так действовать. Это касается и игрока Динамо, и игрока Смаргонина. Эмоции. Это эмоции. Футбол без эмоций невозможен, но хотелось бы до конца, чтобы уже этот сезон был доигран спокойно. Ну что, красная карточка в этой ситуации для Павла Сечко. Сечко уходит. Ну вот посмотрим еще раз, с чего все началось. Сечко вот так вот выпрыгнул на Копытича, ну и дальше понеслась. Джозефа Коро лучше сегодня у Динамо. Алексей Шалашников лучше. А вот и финальный свисток. Это финальный свисток. Павел Каранец свистит. Смаргонь обыгрывает Минское Динамо со счетом 1-0. Единственный мяч в этом матче забил Мохамед Ламинбамба на 44-й минуте.